Здравствуйте! В эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Он мне говорит, ну нельзя в такой пресёске ходить в такой, ну я не знал. Он такой, ну не знаете, ну уже что? Он говорит, ну как что, нельзя же, так и что уже? Он меня схватил за шею, ему больно очень было, и повёл в учительскую. Скандал в одной из школ Дергачёвского района стал поводом для обсуждения в Верховной Раде. Директор школы отстранён от работы. Склад гранатомётов нашли в лесу под Харьковом. Кто и зачем их спрятал, и грозят ли городу новые теракты? Показал служебное удостоверение. Стало, чтобы он бросил нож и остановился. Ну, вёл он себя крайне неадекватно, и то есть после того, когда он услышал о том, что я являюсь работником милиции, то есть он крайне агрессивно к этому отнёсся. То есть он не бросил нож, он наоборот, ну напал на меня. Полицейского, задержавшего нарушителя и получившего при этом ножевое ранение, обещают представить к награде. Итак, подробности. Выгнать из класса из-за прически. Скандал вокруг школы в Дергачёвском районе, где директор силком вывел ученика из класса из-за патриотической стрижки, стал поводом для обсуждения в Верховной Раде. О конфликте между учеником и директором школы в селе Большие проходы Дергачёвского района стало известно после того, как родители мальчика обратились в редакцию 057. Мальчик рассказывал журналистам, что подстригся неделю назад, а когда пришёл в школу, его внешний вид очень не понравился директору. Педагога так возмутила прическа школьника, что у того до сих пор с шеи не сошли синяки. Он мне говорит, ну нельзя в такой прическе ходить в школу такой, ну я не знал. Он такой, ну не знаете, говорю, ну уже что? Он говорит, ну как что, нельзя же, говорю, так и что уже? Он меня схватил за шею, ну больно очень было, и повёл в учительскую, в кабинет, где заучат. После того, как разобраться в ситуации, в школу пришёл отец ребёнка, директор согласился, что погорячился с методом воспитания, но при этом продолжал настаивать на том, чтобы ученик подстригся по-другому. Мальчик предполагает, происходит это потому, что его прическа похожа на популярную у украинских бойцов на Донбассе стрижку. Впрочем, сам директор уверяет, стрижку считает не казацкой, а называет ирокезом и продолжает твердить, что она для учебного заведения неприемлема. Я думаю, что в школе не должно быть такой прически. Вообще, я предложил классному руководителю обсудить это на родительском собрании. Если родители решат, что в принципе там должно быть, то почему бы и нет, почему бы и нет. Если все скажут, что мы хотим, чтобы наши дети ходили так. Несмотря на то, что аргументы директора пахнут нафталином времён СССР, ему, по всей видимости, удалось убедить родителей мальчика. Сегодня они уже отказывались общаться с прессой, говорили, что конфликт исчерпан и по предварительной информации согласились подстричь мальчика. Правда, история успела разойтись в СМИ и дойти до парламента. В Верховной Раде во время часа правительства министр образования Лилия Гриневич вспомнила об этом случае в Харьковской области и заявила, что он должен стать предметом расследования, по результатам которого такой человек не сможет работать. Впрочем, директора в школе не было уже сегодня. Правда ли, что директор отстранён от должности? Я ничего вам сказать пока не могу. Серьёзно. А сейчас он есть на рабочем месте? Он сейчас уехал на смещение. В областном департаменте говорят, директор не просто уехал. Он отстранён от работы на время проверки и ему уже вынесен выговор. В администрации считают недопустимым его поведение, независимо от того, руководили ли им идеологические мотивы или нет. Патриотичное выговорение на первом месте. Я хочу сказать, что в этой ситуации я не вбачаю, что тут есть какие-то вопросы о сепаратизме, однако этичные поведения, скажем так, педагогического склада, тут есть вопросы. Действительно, не может ни директор, ни будь-який учитель применять физическую силу до будь-якого учня. А вот будет ли Александр Фурсов и дальше возглавлять школу в больших проходах, решит после проверки Дергачёвского РАНО уже областной совет. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения новости. В Харькове найден тайный арсенал гранатомётов. Оружие было спрятано совсем недалеко от Харькова, и его могли планировать использовать для совершения диверсии. Тайник, в котором находилось сразу пять гранатомётов, четыре РПГ-26 и один РПГ-22, обнаружил 43-летний житель посёлка Черкасская Лозовая. Уверяет, пошёл в лес и внезапно натолкнулся на целый арсенал. Об опасной находке он сообщил в полицию. Правоохранители обследовали тайник и отправили оружие на экспертизу. Открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами». В рамках следствия будет устанавливаться, кто спрятал гранатомёты в лесу под Харьковом и планировалось ли их использовать для диверсии терактов. А вот один из тех, кто намеревался совершить в Харькове диверсии, сегодня получил срок. Три года за попытку совершения теракта и незаконное обращение с оружием получил один из членов группировки «Харьковские партизаны». Он был задержан в феврале прошлого года, причём в его машине нашли гранатомёт. Как пояснил сам подозреваемый, месяцем ранее, в январе он выезжал в Белгород, где от своих кураторов получил задание – обстрелять из гранатомёта один из харьковских ночных клубов. «Харьков имеются характерные утолщения. Внутри мы видим зелёный предмет цилиндрической формы с кольцом чёрного цвета. Какие-либо обозначения, маркировка затёрта». Также приговор суда ожидает ещё одну террористку, правда, на сей раз телефонную. Сотрудники СБУ задержали человека, который сообщил о заминировании шести станций метро в минувший понедельник. Это была 62-летняя харьковская пенсионерка, активная участница коммунистических митингов. Так она решила противодействовать переименованию станций. Теперь за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности харьковчан ей грозит до шести лет лишения свободы. Марина Николаева, агентство телевидения «Новости». Уголовное производство в отместку за раскрытие коррупционных схем. В Краматорске продолжается рассмотрение дела экс-добровольца. В военной прокуратуре Александра Ружанского обвинят в нанесении телесных повреждений и драки. Сам же подсудимый уверен, гособвинители просто сводят счёты. Ведь Александр неоднократно обвинял их начальника, военного прокурора АТО, в коррупции. В бывший Дзержинский, а ныне Шевченковский суд, Александр Ружанский пребывает самостоятельно без сопровождения. С момента, когда содержание под стражей экс-добровольцу было заменено круглосуточным домашним арестом, заседание происходит в режиме видеоконференции. Сегодня на связи, кроме Краматорска, где как раз и слушается дело Ружанского, Артёмовск. Там находится один из непосредственных участников событий, приведших экс-добровольца на скамью подсудимых – Александр Стефаненко. Правда, показания он даёт в роли свидетеля. Подсудимого, говорит Стефаненко, увидел первый раз в тот же вечер, когда встретил своего одногруппника по техникуму, а ныне пострадавшего Валерия Евстигнеева. Ружанский общался с девушками из компании, в которой был Стефаненко. По словам свидетеля, он не видел, когда Ружанский ушёл, но снова столкнулся с ним, когда возвращался с Евстигнеевым домой. Три из четырёх выстрелов, утверждает Стефаненко, попали в Евстигнеева. У того были окровавлены затылок, лоб и футболка в районе живота. После этого у Ружанского, по всей видимости, заел пистолет. Этим воспользовался Евстигнеев, выбив у нападавшего оружие и ударил его в лицо. В избиении Ружанского, признаётся свидетель, также сам принимал участие. Звуки выстрелов привлекли внимание военных сослуживцев Ружанского. Его часть располагается неподалёку от места происшествия. Как я уже понял по этому, что это военные, но они были в камуфляжной форме, никто в майках, в камуфляжных шортах. И только после этого я понял, что это военные Ружанские. Потому что они сразу спрятали пистолет, схватили, спрятали. А Ружанского четвером под руки под ноги пытались затянуть в это здание. Степаненко утверждает, пытался даже воспрепятствовать действиям военных и до приезда полиции перекрывал вход в здание. Но адвокаты Александра Ружанского настаивают. В тот вечер на их подзащитного было совершено нападение. И нападавшими были как раз те, кто ныне выступают в роли пострадавшего и свидетеля. Более того, версия событий, озвученная Степаненко, противоречит не только установленным обстоятельствам дела, но и обвинительному акту, подписанному военным прокурором. Количество выстрелов, сделанных якобы Ружанским, это то количество, которое не совпадает ни с одним из показаний данных ранее. Оружие, которое якобы использовал Ружанский, а у нас на сегодня мы не смогли установить, какое оружие было у свидетеля. Потому что нам доподлинно известно, что боясь ответственности или по каким-то другим основаниям, он сдал свой обрез в милицию. Как сам Ружанский, так и его защитники уверены, военная прокуратура намеренно покрывает Степаненко, ведь по всем нормам закона он должен находиться в местах лишения свободы. Дело в том, что он отбыл лишь полгода из положенных полутора лет и был освобожден после аннексии Крыма по ходатайству прокуратуры. Решение, принятое на оккупированной территории, суд Краматорска не признал действительным. Однако под стражу Степаненко не взяли. Любые попытки защитников Ружанского потребовать его ареста судьей были пресечены, как не имеющие отношения к делу. Ожидать объективности от Краматорского суда, уверен, подсудимый не стоит. По его мнению, служители Фемиды находятся на стороне обвинения военной прокуратуры. Если не считать решение о смене меры пресечения, ни одно ходатайство стороны защиты не было принято, подчеркивает Ружанский. Сегодня также было отказано в ходатайстве об отводе группы прокуроров заявленным подсудимым. Такое пристрастие со стороны военных прокуроров объяснить просто, говорит Александр. Правоохранители используют инцидент для того, чтобы заставить его замолчать. Ведь Александр неоднократно разоблачал военного прокурора АТО Константина Кулика. Господин Кулик не просто коррупционер, он также является практически носителем антиукраинских взглядов. И более того, как мне удалось установить, он участвовал в финансировании тетушек нашего известного харьковчанина Жилина. Я уже об этом много говорил. Документы есть, подтверждающие все это. На данный момент, говорит Ружанский, вопросы, связанные с деятельностью Кулика, проверяет антикоррупционное бюро. Чем же закончится рассмотрение дела самого Ружанского, пока не ясно. Следующее заседание назначено на 7 июня. Оксана Нчапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Оперативник нацполиции обезвредил злоумышленника, разгуливавшего по улицам с ножом и нападавшего на прохожего. Пытаясь спасти жертву вооруженного, нападавшего полицейский и сам получил несколько ранений. В итоге два человека в больнице, один задержан. Инцидент произошел на Полтавском шляхе в районе Дмитриевской. К Владимиру и его супруге стал цепляться неизвестный мужчина, который, по словам пострадавшего, начал с оскорблений, а потом напал. И после этого он кинулся, первый раз я спотыкнулся, упал назад, бордюр какой-то был. Когда я встал, тогда он ударил меня первый раз ножом. Случайным свидетелем нападения стал сотрудник полиции, проходивший мимо. Он сразу предупредил вооруженного мужчину, где он работает, и попросил не оказывать сопротивления. Показал служебное удостоверение. Сказал, чтобы он бросил нож и остановился. Ну, вёл он себя крайне неадекватно. И после того, когда он услышал о том, что я являюсь работником милиции, то есть он крайне агрессивно к этому отнёшься. То есть он не бросил нож, он наоборот напал на меня. Попытка скрыться от оперативного работника, подготовленного к таким ситуациям успехом не увенчалась. Нападавший был задержан. В итоге двое пострадавших с ножевыми ранениями отправились в больницу, а неадекватный любитель холодного оружия теперь общается со следователями. Я обовязково буду клопотать перед министром научных справ про захочение этого сотрудника, а также тех сотрудников, которые действуют охорону громадского порядка в Харкевской области и проявляют мощность и верность нашему народу и нашей присязе. Галина Шпударева, агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. В Полтавской области накануне задержали внука, убившего на Пасху своих бабушку и деда из-за тысячи гривен. На основе стая бродячих всов едва не растерзала 11-летнюю девочку, возвращавшуюся со школы. Харьковские ученые рассказали об итогах экспедиции в Антарктиду, как проходят исследования на станции Академик Вернадский. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Внук-убийца. Задержан рецидивист, который пришел к своим бабушке, дедушке и убил их, чтобы забрать деньги. Подробности раскрытия родственного преступления в репортаже Виталия Лапскира. В праздник Пасхи в одном из домов по Жасминовому бульвару, бывшей улице Петра Слинко, произошло жуткое убийство двух пенсионеров. Их зарезал неизвестный, позарившись на тысячу гривен. Больше денег у старика со старухой попросту не было. Их трупы были обнаружены в их собственной квартире с множественными ножевыми ранениями. Принятыми следственными оперативными мероприятиями была основная личность лица совершившего данного преступления. Это гражданин Украины, ранее неоднократно судимый, в том числе и за тяжкие преступления. Жители дома, где произошло убийство, увидели связь преступления с визитом внука, гостившего у бабушки с дедушкой. Ну, как вроде бы в пятницу он убил. Закрыл и ушел. А приехала уже дочь, да? А приехала внучка, вторая, это ж внук зарезал, порезал. Приехала дочь, ой, внучка, звонила же, звонила, никто телефон не берет. Приехала, открывает двери своим же ключом. Они там в кресле лежат с перерезанным мурлом, сидят. А дедушка на полу, в крови лужи, в лужи крови. Подозреваемым в убийстве стариков оказался 26-летний рецидивист, отметившийся ранее тяжкими преступлениями в Киеве, Харькове и Днепре. В декабре прошлого года он вышел после очередного тюремного срока на свободу, а спустя полгода взялся за старое. Понадобились деньги, и он их решил раздобыть в доме родственников – 78-летней бабушки и 74-летнего дедушки. При этом старики, отказавшиеся поделиться своим скарбом, оказались препятствием на пути к добыче, а потому были хладнокровно и жестоко убиты. Внук, подозреваемый в убийстве, был задержан на Полтавщине. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Срок наказания по этой статье до 15 лет или пожизненное заключение. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости». Кто ответственен за злых собак? На основе стая бродячих в Сове едва не растерзала 11-летнюю девочку, возвращавшуюся со школы. Когда 11-летняя девочка возвращалась из школы домой, здесь на нее напала стая бродячих собак. Как сообщают пользователи, в социальных сетях ее спасла женщина, которая в этот момент проходила мимо и отогнала животных. ЧП произошло в районе Основы, на улице Привокзальной, возле зданий, где находятся механические мастерские. В сети интернет очевидцы рассказывают, собаки повалили ребенка на землю и начали рвать зубами. Родители девочки, которые услышали крики и были на месте уже через несколько минут, вызвали правоохранителей и скорую. В пресс-службе облуправления нацполиции говорят, девочка была доставлена в больницу, у ребенка укусы на нижней части бедра и на руке. Сейчас ее состояние здоровья удовлетворительное. Кроме того, полиция по делам детей подготовила ходатайство в службу по отлову бродячих животных, чтобы они очистили этот район. На своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что школьницу искусали животные, которых держали в своих вольерах. Сотрудники одного из предприятий, которое находится неподалеку. По его словам, работники специальных городских служб неоднократно пытались отловить этих собак, но сделать этого не давали охранники предприятия. Тем временем жители близлежащих домов говорят, здесь действительно часто бегают стаи бродячих животных, которые часто ведут себя агрессивно и бросаются на людей. Однако каких-либо сотрудников службы по отлову собак, жалуются харьковчане, они до этого не видели. Это много, тут собак возле дома, по домам бегают, гоняют. И, конечно, ну да, я реально ребенка боюсь так отпустить, мусор вытаскиваю. А скажите, пожалуйста, возможно, вы ответили какие-то службы, возможно, приезжают, не приезжают? Вообще, мне вообще не раз. Не раз. Только бегали, так и бегали. Я бегу, 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 постоянно. Ну, с котельной, ну, с котельной там она ехнет, но все равно кидается. Здесь собак мухи много. А не знаете, вот насколько часто приезжают, возможно, службы, отлавливают, не отлавливают? В данный момент, говорят в мэрии, на территориях, вблизи места, где произошло нападение собак на ребенка, все же проводятся мероприятия по отлову бродячих животных. Вчера работники специальной службы отловили несколько четверолапых, в том числе и собак, покусавших девочку. Часть из них помещены в городской приют. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Силиконовая долина в Харькове – это вполне реально. Уверены участники, состоявшиеся сегодня в Харькове конференции в IT-сфере. Сегодня в Харькове состоялась конференция «Свободная IT-зона в Украине». На ней, среди прочего, обсуждался инвестиционный климат в отечественной IT-индустрии. Сейчас у нас нет механизмов, которые позволили бы привлечь капитал, привлечь иностранные инвестиции. То есть нет законодательства. То, которое есть, оно полностью убивает всякое желание сюда привлекать капитал. Вот, собственно, и вот технопарки, они решают эту проблему. То есть создается определенные льготы налоговые, определенная защита, то есть компании чувствуют себя в безопасности, не защищены от коррупции, от налоговых атак. Иностранные инвесторы, принимавшие участие в конференции, не скрывают, что видят Украину весьма перспективным рынком. Лучше всего создавать с нуля. То есть сейчас мы имеем тот ноль в экономике, который, в общем-то, благоприятен для создания чего-то нового. Я всегда говорю о том, что мы до сих пор работаем в условиях законодательства еще советского типа. И, собственно говоря, предложение к рынку создать, попытаться создать модель законодательства будущего. Сергей Нысенко также отметил, что его американская инвестиционная компания вместе с харьковской аутсорсинговой компанией «Энтенса» хотят предложить рынку новый этап развития. Переход от написания программного кода к производству конечного продукта. То есть это попытка перейти к созданию украинской силиконовой долины. Антон Сушкин, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. В Харьковском политехническом институте открыли памятную доску основателю 3D-печати в Украине Сергею Чернышеву. Сергея Чернышева называют основателем направления 3D-печати в Украине. Ученый и меценат, именно он начал внедрять технологии 3D-печати в украинское производство. Накануне в Харьковском политехническом институте ему открыли памятную доску. Человек ученый, меценат и производственник. То есть он объединил в себе, вот сконцентрировал такие качества, а это очень важно, поскольку это дало возможность ему заглянуть вперед. Что нужно будет производству из суперсовременных мировых технологий через десятилетия. Технологии 3D-печати позволяют воссоздавать реальные объекты по образцу компьютерных 3D-моделей. То есть если мы здесь берем объемную модель, вставим ее в машину, то лазер может слой за слоем эту машину, этот объект воспроизвести. Сегодня эти технологии широко применяются в авиации, автомобильной, космической и военной промышленности и даже в медицине. Вот эти технологии, они позволяют, во-первых, я уже сказал, материализовать объект любой конструкторской или дизайнерской сложностью. Технологии позволяют экономить очень дорогостоящие металлы. Это очень важно сейчас. Вместе с другими учеными Чернышев на базе Политеха основал научно-производственный центр высокие технологии в машиностроении. И сам приобрел установки для 3D-печати, на которых и внедрил технологии Rapid Prototyping в производство. Сегодня не только ученые, но и студенты политехники могут изучать и на практике использовать эти инновационные технологии. Александр Новосел, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Харьковчан уже 20 лет считают своими на шестом континенте. Они входят в экспедицию «Академик Вернадский», хотят создать в Антарктике биосферный заповедник, исследование ландшафтов, дна океана, его подводных жителей и открытие новых видов животных растений, еще неизвестных науке. Итогами 20-й экспедиции в Антарктиду ученые поделились с журналистами. Репортаж Натальи Белокудри. Харьковчанин, биолог мирового уровня Андрей Утевский, который провел на шестом континенте 100 дней, рассказал, что исследования проходили на станции «Академик Вернадский». Их цель – создать на этой территории так называемые управляемые заповедные зоны. Уже исследованы три площадки вокруг станции. В планах изучить еще две. В основном ученые ведут свои разведки под водой, погружаются на глубину от 5 до 20 метров, снимают и фотографируют все вокруг. Потом делают трехмерные карты дна в формате 3D. Во время экспедиции, по словам Утевского, большой интерес к исследователям проявляют морские хищники. Например, морской леопард был настроен весьма воинствующе и даже атаковал их. Съемки сделаны с расстояния 10 сантиметров. Вы видите, то есть вот прямо он перед лицом стоял, сначала он зашел со спины, мы его, так сказать, боковым зрением увидели. Ну вот такое животное, вес его порядка 600 килограмм, длина 3-3,5 метра. Вот голова, как у динозавра, реально, зубы, полный рот зубов. То есть встреча с ним, в общем-то, испытание нервной системы на устойчивость. Еще одни популярнейшие обитатели Антарктики – это пингвины. Их там порядка 8 видов, говорит Андрей Утевский. Им при температуре минус 27. Очень комфортно, и они образуют целые колонии поселений. И хотя биологи очень хотят сохранить ореолы обитания пингвинов в естественной среде, часто пингвины приходят к людям сами. Был случай, когда один пингвин вообще сам зашел на станцию. Была открыта дверь, он зашел, вот в Ютьюбе, такой, по-моему, кадры есть. Никто его туда не загонял, он сам зашел. И иногда пингвины подходят к лодкам, к моторам, к снаряжению, которое готовится к погрузке лодки, они подходят, рассматривают, клювами иногда пробуют. Создание заповедника в Антарктиде – попытка защитить ее природу от присутствия человека, которое, по словам ученых, в последние годы увеличивается. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Солнце, а также дожди и сильный ветер. На выходных синоптики обещают украинцам нестабильную погоду. Так, в субботу осадки пройдут лишь в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. У жителей остальных регионов будет возможность погреться на солнце. Воздух в этот день прогреется от 18 до 22 тепла. В воскресенье осадки обойдут страной только восток и юг страны. Холоднее всего будет на севере Украины – 16-18 тепла. На остальной территории – от 18 до 21. Прихватить с собой зонты харьковчанам стоит в субботу. Пасмурная погода с осадками ожидается в первой столице на протяжении всего дня. И лишь к вечеру дождь утихнет. Температура ночью будет держаться в пределах 10 градусов со знаком «плюс». В течение дня ожидается от 12 до 17 тепла. В воскресенье 22 мая без осадков. Солнце порадует жителей города в первой половине дня ночью до 11. Днем воздух прогреется до 20 тепла. Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова